ну что привет интернет у нас сегодня чушь там греха таить культовый культовый блядь и крайне сложно было затасить вообще на римана есенова ко мне в студию не потому что он не хотел потому что не мог потому что да он не мог потому что он в основном живет ночью как мы сейчас разберемся крайне сложно это такой спорный вопрос до 171 как ты говоришь по счету тут же сейчас я вы сейчас выгребу а как гостиница ты у меня ассоциируйся с гостиницей казахстан вот немного в алмате людей которые у меня ассоциируются то есть ты ну как мне видится на своего рода символ алматы если это принять это знаешь оскорбить я готовил всю ночь писал эту подводку то есть ну сколько 20 лет с 95 года да где-то ты занимаешься вот своим вот этим делом да то есть диджейнгом диджейнгом ну да с 94 чувак 20 лет гостиница казахстан чуть моложе ты и у меня вопрос а как так получается что 20 лет ты занимаешься и причем у те же не было там никаких там по факту там перерывов да ну чтоб ты там инженером поработал там я не знаю юристом ты очень кто по образованию все я журналист ухты я казгу закончил ну прямо сказать так что и поработал журналистом это ну можно сказать большой натяжкой но образование есть формально скажем тогда то есть я поработал где-то в газеты формально вот эти интервью которые ты на культе делал жалко что они кончились и я вообще считаю что жалко что они кончились ты но это вот мое личное мнение за ты перестал делать пофигу где да то есть место найдешь тебя возьмут везде да там своими интервью мне кажется зая потому что я я могу уровня твоего и интервью сказать только за и на ахматова делает да то есть на власти то есть вот я не знаю вижу людей сделал нормально да даже гостиницы казахстана надеюсь поэтому это это мое лично это вот ты закончил на том что журналистикой не очень долго пришлось позаниматься ну да ну то есть была работа там радио телевидение что-то ну и речи ну радио то она и продолжается и перерывами было вот телевидение было какой-то момент да но я считаю что это больше баловство было такое то все равно диджейнг это как бы основное на данный момент радио наверное час уже стало основным то есть протестирование радиостанции вот пока не будем говорить какой потому что ну мало ли вдруг ты скажешь да господь с тобой а радио поговорим прям плотно потому что это на самом деле тема интересная я просто сам неоднократно приглашал на рима нам там на свои мероприятия да то есть и это был вот столько сколько раз было столько раз это был культурный шок потому что абсолютно пафосно я никогда не забуду вот этот последний когда раз мы с тобой ты будешь абсолютно пафосные барышни в бриллиантах а прийти все было у нас там ну я не знаю вот гламур высшей стадии его гламура да но потом заиграл на рима что стало с этими женщинами нашими гламурными они начали отрывать помнишь эти декорации дурихановский одевать себе нагул и плясать то есть ну я считаю что это ну да то есть вот так владеть музыкой потому что вот реально за полчаса он их сломал то есть все они бросили все выки начали бросаться бриллиантовыми кольцами то есть как бы отплясывать кан-кан там тут это кошмар то есть что у нас с музыкой вообще творится то есть вот 20 говоришь так он их сломал глядя на меня тысячи пытаюсь понять не смешалось с музыкой ты между как от ситуации в городе и вообще вот мировой тренд вот ты просто ну поймешь я не знаю у кого еще про современную и несовременную музыку спрашивают можно говорить о какой-то стагнации мировой можно говорить вот но в то же время есть очень яркие проявления но без этого никуда но сказать что это глобальная революция что сейчас пошло столько вот прям поток такую что прям революции как 60 70 и такого нет конечно да но на мой взгляд но тем не менее всегда можно в куче этого навоза откискать блин а можно сейчас плейлистом топ-5 вот вот современных каких-то меня слишком много слишком много слышно много нет наоборот слишком много такого что смысле сейчас я даже давай я всегда однажды не думай мне нет вот в том-то все дело когда мне говорят вот звонят часто у разных изданий и говорят можете сделать там топ-5 топ-10 да там не оригинальный да сейчас был вопрос да ну про гостиницу казахстан за это окей да окей да это было но вот его с этим топами сюда думаешь так он ну твою мать ну почему ну ну во что другого не что ли это слишком много слишком много информации слишком много хорошего из этого сидеть вычленять и говорить а вот это вот когда ты делал подборки на авто и понимаешь от них все хотели ребенка но ну вот но это другое это другое там там эмоция там настроение немножко другое а тут ты мне говоришь вот что сейчас топ-5 и знаешь как раньше помнишь советском союзе было от наверняка помнишь когда какие-нибудь родственники из колхоза приезжали игры на речи там этот какая-то группа сам популярная ну да а я сидишь и должен твою мать носок и седом а я кто я я просто слегка слушай я никогда этому кредо не изменял я четко на протяжении уже четырех лет своей медийной деятельности четко укладываюсь в образ это мою нормальное было это то есть музыка все ж таки появляется музыка естественно появляется да сейчас кофеечек давай сюда в этом музыка это самый скучный о чем можно поговорить на самом деле накатит спасибо спасибо то есть а бокале белого я не заикаюсь нет у нас культурная программа я хочу пожалуйста смысле что прям вина хочешь ну попозже похоже да у нас же хрона хрона да позволяет я просто знаешь почему тебе этот вопрос задаю да потому что я с музыкой совершенно не дружу я опять же в рамках своего образа да я упрямо слушаю радио ретро да то есть и я не знаю что ну мне там комфортно она меня никак не напрягает то есть это вот тот фон который мне по душе то есть он я не плачу там не ностальгирую ничего не происходит но это вот идет хороший фон я знаю эти песни все наизусть тем более удивительно зачем тебе тогда интересоваться новым вообще разные люди смотрят те кто я открою просто те кто обычно слушает радио ретро ничего другого жизни уже не надо мне надо слушатели разные у моей этой программы до зрителя я понимаю да ну давание музыки давай хорошо давать я музыки на давай это правда тоскливо мнение чувак вообще не вопрос и команду я вот фишка этих интервью дальше тут не надо заморачиваться то есть давай тогда поговорим тема это наверно тоже для тебя не будет ошибкой интересной но все же таки я хочу узнать температуру по палате в ночной алмате вот то есть я абсолютно ты играешь в самых всегда прикольных и суперских заведениях по-разному было ну 80 процентов все таки это такие то есть пошел аховских совсем у тебя денег на тебя не хватает а как бы остальные потому что ну вот допустим и сенова поставить диджеем да там ну куда попало ты не пойдешь начать с того да ну в большинстве случаев ты манерный то есть скажи чем в общем ночном городе я почему вот это я тоже ничего не знаю вот как стой музыкой потому что я шесть лет последних не пью отрезвым ходить в ночные заведения я не считаю ну как это разумным то есть это немножко странно ну вот например для меня ну я думаю тебе многие поддерживаю ну что там делать я не понимаю вот представьте 12 часов прийти там ночной куда сесть там ну хорошо вот ты будешь играть прикольную музыку ну я согласен ну душа просит я понимаю да то есть вот чуть-чуть ночью происходит все то же самое особо ничего не меняет зачетом полтора клуба я слышал осталось раньше 10 было но есть такое немного до какие-то клубы ну такая нормальная стадия то есть опять же мы говорим стагнации да то есть что-то закрывается что-то до сих пор живет но давно давно уже было сдохнуть но она до сих пор живет прямо ну да а вот видно эту огонь у них есть такие заведения но появляются новые ребята молодые открывают интересные заведения даже считают себя андеграундом там а есть у нас заведением ну хочется им так думать возможно возможно они так возможно они так и делают то есть а к тому что смысле это хорошо но когда можно назвать нет не хочу называть название да просто потому что пусть будет чем больше тем лучше я наоборот только приветствую нет я согласен я просто по моим ощущениям что вот знаешь как я вот себе это слышу вот мы застали с тобой вот он ну я знаю у тебя пик начался вот прям с девяностых да еще в такси да там мочил там как последний раз было же когда иконой был наш но я допустим застал ночную жизнь в двухтысячный да вот в этом миллениумы да то есть и я тогда как себе видел что наши люди еще все ж таки не знавшие вот к тому времени они как раз заработали бабок чтобы вот гульнуть вот а поскольку в советское время у них такой возможности не было гульнуть так знаешь по взрослому там это там с цыганочкой с выходом то есть вот у нас и был вот этот вот пять лет там десять лет было вот этого бума когда там я не знаю ну там я помню в метро продавали коктейль в ананас наливали водки ставили туда зонтик и мужички сидели нарядные они перед девчонками там ну как-то газовали да по 2 по 3 тысячи долларов за ананас с водкой платили то есть ну вот ведущий проводил аукцион то есть это были это вот учета головой кивая я помню я помню у меня сознание просто она пытается блокировать все эти вещи в памяти слушая чернее я считаю через песни слов не выкинешь вот и вот на ты мне прямо такие знаешь вот тут целый вот такие вот пласты мне вот так достаешь не на фига и блокировать я вот например но чтобы было было это наша история считаю то есть что с этим сделать все я сейчас вот этих всех людей которые газовали тогда вот в 2000 и сейчас они все на кортах половина в теннис играют половина в гольф то есть они все они сейчас начали оздоравливаться да то есть я лечу печень до с тех времен 6 лет уже не пью да то есть в смысле а что такого то есть но поэтому как бы в этом нормально то есть поэтому я говорю что это общий какой-то тренд что вот люди на фестивале лезь на это и сейчас вот не очень понятно чем ночью делать ты как будто бы говоришь об одном поколении каком-то то есть поколение отменяется очень быстро при том вот даже клубные поколения то есть там видишь буквально вот ходит определенная тусовка при ее всегда разные то есть но вот я же всегда говорю что евреи это не национальное состояние души не же понимаешь даже то есть так то конечно я казах вот но вот поколение меняется то есть я уже даже сбился со счетов то есть сколько людей приходило скажем там такси блюз май таун то есть они все время плачутся вот они ходят год-два ходит определенная тусовка симпатичные красивые все проходят года два максимум три потом они начинают говорить о что-то столько левых много вот что-то уже не то все уже не то не это не все и начинать потихоньку сдуваться из меня и другая волна уже просто все этим уже не нравится и вот так постепенно постепенно одно меняется то есть сейчас кто ходит девочки из инстаграма ну и они тоже да как бы ну нет но я вот так чувствую что ну по ощущениям вот эти ну очень молодая публика ходит да очень молодая это мой возраст примерно мой по-разному разному бывает да то есть заведение ориентированы больше там скажем на 25 плюс вот есть заведение куда ходят ну совсем школа то есть заведение куда ходит школа то и где принципе может быть весело не странно там добавляется еще немножко стартеров нет 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 тоже дачу когда приходишь там пятницу такой бедлам там ни разу не был ну не но я вот я я поешь и сейчас анахронизм но вот не был не я знаю там чукотка да есть ну да да я про это и говорю это все одно да то есть ну то есть внизу хоть определенная публика которым нравится там живой звук там ковер исполняют они счастливы всего там вместе по орать по горлане на втором этаже собирается более такая интересная молодежь приходят они другой день могут прийти они и еще и толпа кого-то непонятного народу да тоже ну я уже давным-давно расслабил по поводу того что вот надо вы здесь вот так что было вот так вот вот так вот это неправильно должно быть правильно вот как есть так есть я уже совершенно пуля 6 лет назад расслабился поэтому я в 9 часов спать вожусь вот уж кто расслабился то есть но мне просто интересно я это правда я я не хожу и вот я поэтому исправка лучше спрашивать ты же там бываешь. Я там бываю только по работе. Я уже забыл, когда просто ходил просто так отдыхать. Я не мог позвать 18-летнюю девочку, чтобы спросить, как там дела в клубе, потому что у нас мысль интервью закончилась, там через пять минут, там сказал, прикольно, и все, и конец. Вот, это часы у тебя такие, это электроника, в смысле электроника 5, да? За касси у старых, да? Да, да, ну вот, похоже. Ну да, да, электроника 5. Ты принципиально, да, в смысле, поменял на них батареи. Не, не, это ты вышли, да, делаешь? Да, ну, это же, это никогда не уходило, есть такой, ну, даже не знаю, не моды, а что-то еще, ну, то есть это как бы так. Ну, а что сейчас случилось? Ты же вот, ну, очень тонко всегда слышишь вот тренды, да, которые у нас. Ну, не так, чтобы тонко, да? Ну ладно, хорошо. Слушай, гостиницы Казахстан обзорешь, восхищается. Эстетом вкуса, там, я не знаю, тоже против, да, что-то такое вообще, не угодишь мне. Хорошо, вот что у нас, вот какие ты тренды видишь, вот такие вот по ощущениям, там, ну, я не знаю, там, два года назад, там, надо было быть хипстером, да, то есть, ну, я, к примеру, говорю, то есть, ну, вот, из таких вот красок, да, то есть, чтобы ты, это, зацепился на что-то. Ты знаешь, для меня тренд последние годы, да, не только последние, наверное, да, мне бы хотелось видеть больше улыбающихся людей, позитивных. Чтобы не грузились, да? Да, потому что я вот даже недавно выкладывал одно видео в фейсбуке, там парень один молоденький поет песню, ну, он казах, он, видно, что русский у него такой слабенький, он очень смешно поет песню, вот эта земля в люминаторе, как он говорит, да, у него такое лицо доброе, милое, я даже видел по реакции, по фидбэку вот от людей, которые к ним всегда говорят, такой классный. Хотелось бы видеть больше таких людей, потому что чаще всего, когда последнее время наблюдаешь многих, особенно за рулем, люди за рулем себя же не контролируют. Угрюмые, невероятно. А если улыбаются, это такой аскалт, лучше бы ты был бы угрюмым дальше. Ну да. А чего вообще в мире творится? То есть я не к тому, что там не надо сейчас про Сирию мне рассказывать, то есть я вообще вот, что происходит с цивилизацией, потому что я вот недавно до такого интересной штуки додумался, да, вот смотри, там за две тысячи лет, да, там вот с десяти заповедей, как они появились, да, вот некий культурный код, который сформировал там по сути, да, нашу там всю цивилизацию, да, то есть, а грехов новых, смотри, гаджеты изобрели, да, в космос полетели, а даже грехов новых не изобрели. Ну ладно, да, мы исходим с того, что человек слаб, вот, то есть, но по сути структура личности, она, ну, не меняется фактически, тоже есть, вот тоже, они не улыбаются, да, они также злословят, они лжесвидетельствуют, они прелюбодействуют, они воруют, убивают, да, там, ничтят родителей, ну и так далее, да, то есть, по списку ничего нового в плане человеческой личности не произошло. Ну, ты сейчас сказал прелюбодействие, для меня, знаешь, прелюбодеяние... Заметь, да, по Фрейду ты выбрал, и всех грехов погиб. Очень всегда казалось странным, странным определение, то есть, что прелюбодействует, да, в данном случае, прелюбодеяние? Ну, прелюбодеяние, как вот, если по канонам, то есть, если ты живешь, если ты неженатый, и просто по бабам бегаешь, это не прелюбодеяние, это блуд называется, ты блудишь, вот, ну, а чего? Вот, а если ты, вот, в законном браке находишься, и начинаешь с другой женщиной, там, или мужчиной... А, адультер, да, который, да, я понял, да, окей. Просто в десяти заповедях это называется прелюбодеяние. То есть, там, адультер, тогда было еще в Франции, тогда еще не было. Окей. Ну, ты от меня что хочешь узнать? Ну, не знаю. Почему нет новых грехов, Ильянов? Ну, ты же, ты же, как бы, живешь, как тебе сказать, активной жизнью, да? Ну, почему нет новых грехов? Ну, то есть, любой, мне кажется, новый грех, он все равно в эти десять уложится. Так вот, я тоже, да. Не, мне просто интересно, вот, как так? Ну, это же глобальный философский вопрос, на самом деле. Ну, да. То есть, ты хочешь услышать от меня какой-то ответ. А что? Нет, я считаю, что в мире давно уже все уже, ничего не нового. То есть, это логично. То есть, любые гаджеты, все, что ты сказал, ну, окей, замечательно. Но это наука, прогресс, это идет стороной. А что касается человеческих ценностей, все стабильно, все точно так же. Ничего не меняется. Ну, да, молодец, спасибо. Ну, то, что человек, человек, существо скотское, по сути своей, да, и ничего хорошего я от людей особо не жду, это факт. Это мое личное мнение, да. Я вообще животных, ты знаешь, я животных люблю больше, чем людей. У меня, ну, что... Это как бы для многих, ну, человек слаб. Человек слаб, понимаешь, то есть, это вот то, что ты говоришь, слаб человек, да. То есть, и он, ну, если у него будет возможность пасть, да, то есть, мне нравится вот эта терминология, да. То есть, да, он обязательно пойдет, потому что он слаб. Потому что вот этих джедаев, да, вот их показали в кино, но их очень немного, да. То есть, мы в жизни видим. То есть, мы видим, что очень много людей, вот особенно я вот вижу, много трендов в Фейсбуке, да. Ты же вот читаешь тоже, что там все белые, пушистые, понимаешь, там все такие, ну, фактически с Христа снятые, да. То есть, ну, ну, я почему-то, ну, я же, вот, я же про себя вот так тоже думаю. Ну, я, наверное, не самый там хреновый человек, но я же знаю, что я многие вещи, я же все-таки там делаю, да. Ну, я думаю, что и все, и многие тоже их делают, да. То есть, ну, и вот так вот создавать такую иллюзию, что мы вот этим всем ничем не занимаемся, это странно, да. Если, ну, я не знаю, ну, это меня немножко. Ты сказал сейчас о Фейсбуке, я вот, знаешь, хотел, точнее, вспомнил сразу же, вот, недавно у меня буквально разговор с приятелем по поводу Фейсбука. Все-таки Фейсбук это очень четкая лакмусовая бумажка. Да, это очень серьезно. Не столько общества, а сколько, да, средств общества это понятно, да, вот, но сколько вот я людей, которых хорошие, в принципе, когда-то были знакомые, там, те же самые старые тусовщики и так далее, ты видишь порой, что они пишут, потому что они же выплескивают свое «я». Я хуливаюсь, прости, я извиняюсь, я давно не матерился на интервью, ну, вот, я же знаю, мы с ним там в одной этой, блин, лежали, пьяные, к примеру, да, не, ну, слушай, ну, он меняется, он как бы растет, да, то есть, ну, хорошо. Но с другой стороны, ты понимаешь, это, есть и хороший момент из этого всего, потому что многие, ну, не вдумываясь в это, то есть, я действительно, многие вот мои френды в ФБ, я смотрю, как они делают, и я и правда лучше становлюсь, понимаешь, вот, я не знаю, ну, очень много вещей во мне изменилось в лучшую сторону благодаря Фейсбуку. Это тоже правда, потому что, там, понимаешь, вот эта грань тонкая, с одной стороны, ну, может быть, это какая-то всеобщая терапия, что ли, такая, знаешь, то есть, что, ну, можно ее так воспринимать. Ну, есть у меня приятели, которые считают, что благодаря Фейсбуку выросла у казахстанского общества социальная, гражданская позиция какая-то, да. Она не выросла, она вообще, скорее всего, появилась. Возможно, да. Осмысленная какая-то, хоть. Эта точка зрения, наверное, имеет право на существование, хотя я считаю, что наш казахстанский Фейсбук, это такая навозная куча, если честно, в которой есть определенные мухи крупные, которые там возятся, что-то, вороша, наши вот эти вот, как говорит Калибрана, кровавые блогеры, да. Да, да, у которых там по пять тысяч подписчиков или не больше, да. Наши интервью уже удалось, я считаю. Вот, якобы они, там каждый, к примеру, есть, я не буду опять-таки называть имен, есть определенные дамочки такие, вот, которые могут хабалить, хабалить просто вот напропалую, ты вот видишь, что она пишет, ты понимаешь, да ты ж хабалка. И ты сидишь, и ты просто популистские темы вот эти затрагиваешь, да, пишешь банальные вещи в стиле «лишь бы не было войны», вот, и так далее, да, и собираешь там по две-три тысячи лайков. Эта история не для меня вообще никак. То есть я с удовольствием делаю такую штучку, как unfollow, unfollow. Ну, тебя в Фейсбуке, вот я же тебя читаю, у тебя в Фейсбуке такие редкие ржачные фрустации, я бы это так назвал. Я не могу никак по-другому, потому что для меня Фейсбук не может быть чем-то серьезным. То есть, ну, иногда бывает у меня там что-то такое, да, и то я, может быть, я там подопью, приду домой, напишу что-нибудь серьезно, потом наутро сидишь, думаю, господи, зачем я это сделал, да. То есть для меня проще всякие веселуха, картиночки, все, для меня Фейсбук просто чисто поржать. Потому что, ну, не могу я и так вот, вот наблюдаю, зайдешь в ленту, смотришь, ну, там столько негатива. Нужен обязательно какой-то инфоповод. Понедельник, как правило, народ очень туго поднимается. Вообще, ты можешь понедельник не постить ничего, реакция будет нулевая. Со вторника начинается. Разойдутся. Тут, да, вот тут вот один богатей на машине там, там, вот там поставил машину не там-то, посмотрите, что с ним сделали, с его колесами там проткнули. И все нищеброды начинают, браво, там и так далее. Это все так, все низкопробно. Но зато это вызывает такой вот прям вот. Не буду затрагивать даже те вот известные истории летние, которые были. То есть, в истории богач-бедняк там и так далее, да, все это. Там, понимаешь, там... Самое ужасное, что альтернативная точка зрения крайне не приветствуется. Нет, сейчас о многих вещах в Фейсбуке на самом деле писать можно, но очень непопулярно. На самом деле то, что ты говоришь, да, там я тебе могу этот список продолжить очень длинный, да, я же тоже там это живу уже который год, да. Но, опять же, да, тут вот тоже интересная такая, я вот вижу, да, что она... Я вообще заметил, что, ну вот, когда нам говорят, что нету там черного и белого, да, что это вот все в полутонах, вот истина она где-то находится. Наверное, так и есть. Это, кстати, вот и к власти относится. Я вот не знаю, я многих считаю там, ребят, да, вот что ты скажешь. Я считаю, ну вот мое убеждение, что власть, любая власть, где бы она ни была, 2000 лет назад, сейчас, да, это настолько сложная система компромиссов, противовесов, да, то есть, что туда вот этот, как это, рожденная революция с чистым сердцем человека, он не может туда никак вообще, ну, попасть априори, да. То есть, вот если он в чистом виде, да, вот такой, знаешь, восторженный, я не знаю, там, нравственный, там, высокоморальный, там, ну, я не знаю, следующее, вот идиот, почему так хочется закончить, да. Ну да. То есть, не, ну, поймите... Наивный, наивный дурачок, да. Ну, вот, понимаешь, не, ну что, вот, подожди, вот на Майдане, да, там, 200 тысяч человек, я считаю, там же, ну, что там, они же действительно там стояли во имя чего-то. То есть, не может так быть, что вся площадь, да, там, собрана, там, какими-то, там, госдеповскими, там, или кто-то, да. То есть, но случилось-то все равно вот то, что случилось. Почему? Не потому, что там, что там на Украине власть другая, потому что во власти могут быть только определенные структуры люди. Они там спокон веку и ныне, и признан, и во веки веков, аминь. Ну, я вот, мне просто интересно, что, не видишь, что ли, они это как-то не понимают. Ну, я не знаю. Ну, ты вот согласен, что так оно и есть или нет? Ты сейчас меня уже про Украину спрашиваешь? Да нет, почему про Украину? Ну, вообще, ну, вот какая разница? У тебя хоть одно интервью обошлось без Украины, без этой темы? Все без Украины. Все без Украины? Да, я вообще первый раз об этом заговорил. Окей. Ну, тогда ладно, я это, если хочешь, по теме тебе скажу сразу. Я только рад тому, что Украина, наконец-то, отрезает все связывающие с Россией путы, наконец-то, да. И более того, я бы хотел, чтобы связи Казахстана с Россией были чисто экономическими. Ну, грубо говоря, да. Ну, это, кстати... Чтобы не было вот этой указки сверху, чтобы не было давления, чтобы немножко наши люди немножко поумнели. Я вижу, этот тренд в Фейсбуке, он сейчас, ну, очень прослеживается, очень сильно. То есть, что, ты знаешь, я с ним тоже в определенном смысле согласен, да, что, тут правда, как я ее себе вижу, да, что действительно в Казахстане это очень многонациональная страна, да, и живут там очень разные национальности, да. Нужно ли этим национальностям, всем, без исключения, и казахам, и русским, и украинцам, забывать о своих корнях? Конечно же нет. То есть, этого нельзя делать. Но, в то же время, нужно понимать, что это отдельная, самодостаточная, независимая сторона, и галлопировать с чужими флагами, вот, например, вот последний был, да, тренд, там, ребята где-то там казачки... По городу катались, да, с флагами? Нет, 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 казачки где-то в какой-то области начали, ну, и вот была публикация, начали деревню возрождать, то есть, все здорово, как они там вот возрождают деревню, коней кормят, траву косят. В конце они сфотографировались с казачьим флагом. Но я считаю, что это не нужно делать, то есть, потому что, ну, это, правда, флаг чужого государства. При сегодняшнем раскладе, да, то есть, это будет нехорошо восприниматься. Слушай, ну, лежит у тебя в сундуке, это от дедушки доставшаяся хоругуфь, это хоругуфь, на самом деле, это для казачков, это святое, это норма, пускай лежит в сундуке. Хочешь на стенку повезти, вот, как шашку, вот, не надо с ней ходить по городу, это, не надо ездить, там, допустим, с российским флагом, да, то есть, ну, может, никто же не запрещает так уж сильно, но зачем? То есть, ты, в смысле, ты россиянин, то есть, ты, 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 ты россиянин, ну, тогда нормально. Тогда да. У тебя тогда и номера должны быть, тоже с флажком. То есть, да, все в порядке, кто, кто ж против этого. Никто ничего не говорит. Ну, вот, это абсолютно, я эту штуку поддерживаю, потому что не то что своими, не то что своими, чтобы с разными флагами ходить. Ну, проблема-то в том, что мы живем в российском медиапространстве. Согласен. Наш канал-то тухлый, соответственно, и получается, что у нас вот даже вот разговоры с таксистами чаще всего… Ну, заметь, обычные люди-то в этом вот вообще не виноваты. Естественно, они кушают то, что им просто подают. Конечно, конечно. То есть, с другой стороны, с другой стороны, да, но меня что вот удивляет в этой всей истории, что, ну, вот наша прогрессивная, да, часть общества, которая сейчас четко вербализировала вот эти все вещи, мы же их слышим, да, то есть, но, к сожалению, она ничего не делает для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию. Слушай, разговоры о том, что мы живем в российском инфропространстве, я слышу последних пять лет. Теперь на минуточку, а что изменилось за вот эти пять лет? А рок-н-ролл еще там ничего. В смысле, ничего не изменилось, да, то есть, а у нас, извините, на минуточку, у нас каналы с хорошими бюджетами, извините, а рекламный рынок схлопнулся только вчера, полгода назад он схлопнулся, вот, до декабря еще был рок-н-ролл. Ну да. То есть, канал зарабатывает дурный по большому счету бабки, ну, хорошо, почему там не делают контент, вот, мы подходим, это отлично. Я уже понял, да. Отличная проводка. Зачем вы сделали альтернативное радио, понимаешь, диджеев и специалистов по музыке, да, то есть, твоего уровня с распростертыми объятиями возьмет, ну, любая адекватная радиостанция. Меж тем, ты, Махамбетов, да, то есть, они собираются и в подвале где-то там делают эту кривую станцию, да, ну, в кривую, в каком смысле, что там без денег, там все на коленочке, да, то есть, которая вещает в интернете. Вот это почему так? Ну, не так, чтобы на коленочке прям денежка-то есть. Ну, в смысле, имеется ввиду, была вложена, вложена, ну, вложена. Ну, вложена, ну, станцию сделать, там, из-за парулямов надо, ну, это понятно, нет, но интернет-станцию, конечно, затраты меньше и гораздо, да, но, тем не менее, конечно, да, вложения есть, вот, и мы постарались просто сделать продукт очень качественный, то есть, потому что, ну… что вы делаете, да, уже где-то точно будет? Ну, полтора, скажем так, да, вот, условно, чуть меньше полутора лет, вот, естественно, тяжело быть на рынке вот в числе первых, кто по-настоящему именно сделал профессиональную станцию. Вообще такой тренд, он в мире присутствует, я просто не изучал это. Конечно, да, 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 есть стриминговые сервисы, как бы, да, есть интернет-радиостанция. Ты не ругайся, а стриминговые, это что такое? Стриминговые, 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 ну, это там, Spotify, да, 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 окей, ты сейчас понимаешь, что только что… Тот, кто слушает, как ты сам сказал, у тебя есть другие зрители, те, кто смотрят, те понимают меня, да. Хорошо, вот нам, которые не знают, что такое стриминговые, вот этот про Противай, нам не повезло, он и он не хочет Но вы и не будете слушать не FM, да? Ну, кстати, да, наверно. И, кстати, не потому, что мы не хотим хорошей музыки, просто я... Ты радио рэта слушать, тебе ничего другого не надо. Нет, я радио только в машине слушаю. А можно не FM слушать в машине? Да, можно. А как это физически? Шнурочек подключаешь или по блютусу к магнитоле, если позволяет. А на лоле, да, в смысле? Обычная магнитола, то есть мы можем... Нет, если ты заходишь на телефоне, на планшете, приложение открываешь... И в наушниках еду. Ну, создаю аварийную ситуацию. Почему же в наушниках это сразу? Нет, ну, сейчас интернете доступнее и доступнее. А, я понял, ты делаешь с телефона, выводишь на колонке. Конечно, сигнал на колонке, да. Это, конечно, сейчас пока еще для большинства наших водителей, скажем так, пока еще так. Но время-то идет. Придет, придет. Нет, ну а что, сейчас половина новых машин, а не там iPhone фактически не вмонтировал. Конечно, да, уже уже. С этим там проблем не будет. И что, расскажи про станцию, сколько у вас вот абонентов, то есть... Не, ну а что, слушатели? Статистика, естественно, в начале всплеск, потому что много проектов и так далее. Да, 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 естественно. Потом немножко отсеивается что-то, добавляются другие, да. То есть процесс достаточно сложный. Я не буду говорить, что у нас прям лом. Как интернетчику, маркетологу интересно просто. Да, ну не буду говорить, что у нас прям там, знаешь, там просто вообще лом, там, прям безумие, да. Но вы же можете мониторить, да, сколько людей? В том-то все дело, что интернет, он позволяет, интернет-вещание позволяет мониторить с точностью там до твоего там, до количества времени сессии твоей, до кликов там и так далее. В среднем, в день уников заходит. Прилично, прилично. Это, поверь мне... Галлоп, сейчас в скобках сухо перевернулся. Наконец-то мы получили, понимаешь, настоящее медиа-исследование. Галлоп, вот именно, что настоящее, да? Потому что Галлопу, ты знаешь, Галлопу давно никто не верит. Галлоп считает, что у нас вообще всех нету в интернете, понимаешь? С Галлопом все очень просто. Понятно, да. Не, ну, все мы знаем, когда эти станции получают свой рейтинг. Скажи, месячный параметр. Или, в смысле, он такой маленький, что стыдно говорит? Да, нет, почему? Я считаю, что просто это не нужно делать. Почему? Ну, у нас слушает приличное количество людей, но нам хотелось бы, конечно же, больше. Вот когда у нас будет уже... Хорошо, а скажи вот эту уникальную хотелку. То есть, вот сколько бы хотелось? То есть, ну вот, было бы неплохо, если бы вас в день слушало... Например, бы там 100 тысяч уников, 200 тысяч... В день? Конечно, сотнями тысяч я бы измерял бы уников. Это считал бы это успехом. Ну, это прикольно, да. Это считай, как на таком новосном прокаченном. Конечно. Это как на Тендер Ньюз. Это как на Тендер Ньюз, как на Нури, да. То есть, там, что бы там про Нури не говорили, да. В смысле, туда заваливается по ссылкам очень много народу. То есть, ну, как бы там трафика нормального там тоже достаточно. Ну, колеса мы можем привести. Колеса отличный пример, да. То есть, грубо говоря, получается... Я же не просто спрашиваю, я пытаюсь просто, как позиционировать вашу станцию, ну, вот подобные проекты в системе медиа, да. То есть, это однозначно не телик, да, по охвату. То есть, ну, вот по ежедневному. Но это вот уже приближается четко к серьезным новостникам, да. То есть, по, там, посещаемости. Ну, хотелось бы просто, если, скажем, говорить о казахстанском интернет-рынке, хотелось бы быть в числе лидеров, скажем. Если говорить тупо о статистике. Хотелось бы быть прямо вот, ну... Ну, а что, вы войдете в эту пятерку, вот, колеса, ну, Тенгри и крыша, и больше вам, собственно... Ну, самое главное, что в чем плюс интернет-вещание, то, что нам казахстанский рынок, это хорошо, но мы же можем же выходить и на соседние страны, и так далее, и так далее. То есть, все будет зависеть только от степени раскрученности и вложений. Вам эту вашу станцию где-нибудь в Москве выкачнуть в Питере? То есть, там, я уверен, ну, ваши аудитории... Стратегически есть такие у нас уже. Больше находится, чем у нас вот даже здесь, в Алмате. То есть, я уверен, ну, в Москве, суммарно, хипстеров там всяких, ну, вот таких вот продвинутых человек, да, там их больше. Нельзя недооценивать кавказский регион, там, такие страны, как Грузия, Азербайджан, Армения. Чечня, да, там, Тенгри, хипстеры. В смысле? Ну, Ичкерия, возможно, она не попадает, да. В форму отношения. Да, но Грузия, Армения, Азербайджан – это страны с очень сильной музыкальной традицией. То есть, там, хороший джаз, черную музыку там очень любят. Вот так вот. Да, поэтому этот рынок нельзя недооценивать. Плюс наши соседние братья, я говорю, там, о Таджикистане, о Узбекистане. Туркмению не берем в расчет. Конечно, ну, те же самые киргизмы. Туркменские хипстеры – это тоже интересно, да. А ты можешь… Они, наверное, все в тюрьме сидят. Нет, ну, я не знаю. Да нет, там, я не знаю, где они сидят. То есть, они… Все пять человек. Нет, я думаю, что они, там, появление хипстера в туркменской семье приравнивается к несчастью, да. То есть, фактически к гею, да. То есть, ну, примерно так. Скорее всего. Ну, ты же понимаешь, да, там, надо одеть вот эти бордовые штанишки, да, и пройти их в Туркменистане, там, с айфоном, там, в короткой курточке, как там правильно. Не, ну, сложно будет им там. Другой вопрос. А вот можно нарисовать вот этого, как, ну, среднего такого человека, такого вашего постоянного слушателя? То есть, его вот такой вот в красках психологический, там, я не знаю. Ну, это, во-первых, я думаю, это городской житель. Это однозначно. Городской житель, скажем так, возраст, возьмем, скажем так, 25-30. Даже 35. Да даже, бог с ним, 40. Смысл он взрослый, да? Он достаточно… Ну, 25, это я беру, прям, самый такой смак, да. Ну, скажем так, от 20 до 40. Человек активный, живущий активной жизнью, путешествующий, зарабатывающий какие-то деньги, то есть, имеющий образование, ну, то есть, что-то уже в голове у него есть. Ну, такой твердый миддл-класс такой, но не бюлгерский, а такой прогрессивная часть миддл-класса, я бы так сказал. Ну, то есть, вот такой городской такой житель, который, в принципе, у него какие-то есть уже цели в жизни, какое-то понимание, это был бы, это наш, это наш и есть идеальный слушатель, да? Ну, если будет куча, там, студентов, даже школьников или, там, людей постарше, то вот, кому нравится такая музыка, почему нет? Нет, ну, тут понятно, да, то есть, это приятный довесок. Я и дедушек видел на джаз-фестивалях, то есть, там приходит такой, дедок такой прикольный, да, такой весь там. Видно, что вот он еще, вот как начал, там, я не знаю, в 18 лет, там, ну, еще на Битлов, там, например, там, или чего-то, Влад Зеппелин, да, слушать, и он вот в этом контексте, он так и прошла у него жизнь, Влад Зеппелин. Ну, да, ну, джаз-фест, это же универсальная музыка, и слушать, как и совсем бывает, ну, не так часто, но молодой молодежь. Джаз, нет, мы... Ну, давай вот по блокам, то есть, вот, скажем, вот сейчас 4, скажем, не стрима, а 4 потока, да, чтобы было понятнее, да. То есть, у нас электроника, дэнс, то есть, танцевалочка у нас, да, клубная музыка, черная музыка. Дэнс – это как танец, да? Да, да, да. Спасибо, Дайман. Урбан, урбан у нас идет, это черная музыка, да, то есть, есть хип-хоп, R&B, там, да, немножечко там джаза мы добавили тоже, современной аси джаза. Вот, есть у нас рок-поток, который вызывает нарекания у многих. А ракешник какой, российский? Нет, 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 не российский, нет. Никакого ни говнорока, ни старпёрского рока, да, то есть, нафталинового. А говнорока – это что входит? Это российский рок. В основной своей массе, ну, в основной. Ну, да. Что я туда сейчас записал? Нет, не Цоя, нет. Ну, вот такие звери там, ну, я не хочу сейчас говорить это все. Ну, это вот последние, да, то есть, это вот после Цоевский, наутиевский. Ну, конечно, да, вот эти лай-лай-лай, вот эта вся вот хрень. Вот. У нас другой рок. У нас нами нарьбался. Хорошо. То есть, почему, почему он вызывает нарекания? Потому что многие, особенно вот у нас, алматинские жители, многие, для них рок – это нечто вот прям вот такое, ну, вот, да. Либо же скач, либо же это такой, нафталин, то есть, там те же самые, оля Дзеппелин, там, The Purple, вот. Хотя я страшно люблю Pink Floyd, просто я, наверное, самый большой фанат. Но мы выбрали другой рок – «Альтернатива» и «Инди». То есть, то, что слушают молодые люди, молодежь, да? Инди? Инди рок, ну да. А я вот тот для дебилов, пожалуйста. Никакого отношения к Индии, поверь. К дебилов, да. Вот. То есть, такие групп сейчас очень много. Английский, австралийский, новозеландский. То есть, они не звучат в таком понимании именно как рок. Нет, вот сейчас вот наконец-то я, он завелся, понимаете? 20 лет он в этом живет, понимаете? Я вот почему говорю, что он уникальный, как гостиница «Казахстан». Просто ты понимаешь, ты 20 лет в музыке, это же кошмар. То есть, нет, ну, есть вещи, которые я, ну, вот, для меня они невозможны, не потому что там, ну, вот, ну, они невозможны, я не знаю, по сути, да? То есть, и я всегда удивляюсь вот таким вот чудесам в виде тебя, да? То есть, ты живешь 20 лет в музыке, да? Ты же… Ты знаешь, я не так давно заходил в гостиницу «Казахстан», буквально вот летом. Это будет трендом теперь. Там в холле воняет беляшами и пирожками. А, ты поэтому напоминаешься? Там чуть глубже уже, да? То есть, там здание цирка, да? Классический этот ЗАГС. То есть, ну, вот есть картинки, вот ты видел же, да? В советское время продавали виды Алматы. Конечно, конечно. То есть, туда просто они по схудоумию не допечатывали твою фотку. Ну, ты просто тогда был молод и… Подожди, еще время пройдет. Попозже это придет к этому. Ты просто был молод и был пионером, понимаешь? Вот, поэтому, ну, они все-таки считали… И четвертым у нас идет лаунж. Лаунж, притом, знаешь, вот для многих понятие лаунж немножечко… Оно такое очень прямолинейное, что это такая спокойная, расслабляющая музыка и так далее. В нашем случае лаунж – это больше такая вот эмоция, больше комфортная музыка. То есть, это может быть и легкая, легкая, очень легкая танцевальная музыка, и всевозможные такую там… Известные, да? Ну, не буду опять-таки… Вот. Еще мы добавляем в очень скором времени пятый поток. Так. Так. Я думаю, он будет более понятный какой-то, скажем так, массовому слушателю. Более… не то, чтобы понятен, не хорошо так говорить, конечно. Более ложиться приятнее на слух, узнаваемо более. Ну, это такой легкий анонс. А там, если у вас, я извиняюсь, вот быстро… Сейчас мы остановились на пятом потоке. Ага. Вы голосом там разговариваете что-нибудь? У нас сейчас еще вещание… Просто ты вот, я сейчас сижу, слушаю… У нас вещание пока идет не в прямом эфире, да? То есть, поскольку… Но в планах у нас уже в следующем году выйти на ту финишную пункцию… Утреннее шоу там… Может быть и так, да. Прикольно? Может быть и так. Ну, представь, вот я тогда вот точно буду слушать. Потому что я люблю утреннее шоу. Как правило, все утренние шоу, они дебильные априори, да? То есть, я вот с этим не согласен, мне это не нравится, да? То есть, если бы вы сделали, да? Ну, какое-то… Пускай оно будет там вообще инопланетное… Это утреннее… Ток-шоу утреннее, да? Конечно, да. То есть, что… Ну, а что, он посадит тебя с Рашевым, да? То есть, и в начале там, когда Рашев перестанет тормозить, потому что он в эфире всегда тормозит… Ты точно заметил, да? Первые полчаса он четко тормозит. Рашев, привет! Нет, он пишет гораздо лучше, чем говорит, да? То есть, это факты. То есть, оно… Как бы, все равно, он на третий час шоу, он снимется с этого ручника своего… Нет, ну, проще они с Ляном… Вы же снимали, да? Нет, нет, нет. Час они не могли ему задать этот вопрос акроментальный, с кем они… С кем-то… С оседенным… С кем-то они снимали это? Наверное, да. Там посадили Адиле и час не могли спросить, кто он по ориентации. Слушай, ну… Нет… Ты даже не продолжил уже, я уже понял, о чем акроментальный вопрос. Нет, понимаешь, час, как можно было шлиху Адиле, что у тебя с ориентацией? Он быстро бы сказал, у меня там с ориентацией все хорошо. Почему вот такой вопрос рождается у людей? Я откуда знаю, но они же вот… Ну, это же идиотизм, как можно человека спрашивать? В таких вещах, да. Ну, не знаю, ну, а что таком. В принципе, слушай… Нет, ну… Не знаю, может быть, мне воспитание не позволяет, да? Нет, слушай, наверное, да, посадить… Либо же мне вот абсолютно наплевать, но я вот как-то… Включить камеру и построить вокруг этого целую программу – это перебор, конечно. Ну, да… Не, ну фиг с ним. То есть, это где-то в интернете есть, это видео, я помню. Вот… Ну, ладно… Нет, просто вот мы остановились на шоу, то есть шоу вот было бы прикольное. А ты много читаешь сейчас? Последнее время, я скажу честно, последнее время очень мало. Why? Последняя книга, то, что я вот открыл, на iPad 5 страниц пролистал, мне понравилось, меня затянуло, но времени не хватает просто. А что ты делаешься у меня, что у тебя времени не хватает? Нет, я ему три недели загонял на эту программу, потому что вот, ну, там и бык устал, там… Нет, но у меня переезд там был, то-всего, да, там по проекту… А в смысле, то есть у тебя вот вообще день, вот как у тебя день строится? Вот просто интересно, день на Римана Исенова, ну такой средний такой… Иногда меня друзья спрашивают, как ты успеваешь смотреть столько там сериалов, фильмов? Так строится, то есть… Ну хорошо, нет, ну во сколько ты встаешь? Встаю я в среднем, ну где-то, ну когда как, вот сегодня ты сказал, давай в 11 утра интервью. Да, это был поздно. Я же, я напрягся, я напрягся, да, то есть я встал в полдесятого. Это поздно, это поздно? Нет, ты у меня спрашиваешь, это я спрашиваю. Ну, я встаю чуть позже обычно. В полдесятого, значит где-то в пол одиннадцатого. Ну, нет, по-разному бывает, по-разному. В среднем, скажем так, в десять. Да, окей, да, дальше что происходит? Это у меня, да, smoke with every day, это мой сигнал, да. Нормальные люди телефон на безвучку ставят перед интервью. Кстати, да, да, я совсем забыл. Журналисты особенно. Нет, просто я знал, кому я иду на интервью, поэтому подумал, что по этому поводу париться не стоит. Нет, ну, согласен в принципе. Я допускал мысль, что я поговорю быстренько с кем-нибудь. Да, пожалуйста. Ну да, мы же пережили заход официанта с чашкой кофе, мы же это пережили. Давай по фигу ночью. Нет, смотри, то есть дальше окей. А бокала белого не откажи, кстати. Подожди, давай в десять проснулся дальше. Ну, все, марафеты на работу. На радио? Ну да. И сколько? Я ж теперь как бы офисный работник. Ну это тоже, да, странно. На восемнадцатый год активной жизни, причем такой пробитый фрилансерский. Ну да, да, абсолютно. Но это новый, наверное, опыт ты просто захотел получить. Ну, надо когда-то начинаешь, да? Может быть и кстати и нет. Ну, я считаю делать эфир станции. На самом деле наша работа позволяет не сидеть в офисе. То есть мы можем это делать, скажем, я могу это делать всю ночь, например, да? И потом... Плейлисты, да, составляешь? Ну как, мы там, мы формируем же эфир, то есть мы получаем же много официального, официально получаем по подписке. Очень много музыки от паблишеров, то есть еженедельно приходят потоки, да? Там ты сидишь, вот все эти кучи вот этого всего, сидишь, ковыряешь то, ковыряешь то, что нужно нам, вот то, что подходит. Плюс работа там над авторскими программами и так далее. То есть ну хватает на самом деле. Авторские это в смысле? Ну у нас же есть же ребята, вот тот же самый Арсен, он делает замечательные программы, нам нравится очень. Авторские. Ну он и как диджей, последние три года он просто звенит, да? То есть у него был вот этот экзорсис, он куда-то уехал сельским хозяйством заниматься, то есть я видел, то есть не, ну как бы... Ну да, он в Германии учился на агроному, скажем так, да? Вот, я его шутку всегда зовут диджей-агроном. Арсен, привет! Наконец-то мы придумали. Нормальное название тебе психологии. Другие мои приятели называют его Джонни Апплсид, но это все любя, конечно же. Да, то есть парень молодец, он занимается, в принципе, делом... Кстати, о трендах. Один из трендов – подъем сельского хозяйства, животноводства. Да, да, это есть тренд такой. Сейчас много кто этим... Так это нормально? У меня вот только двое моих знакомых людей, которые занимаются разведением вот этих вот всех бычков мраморных и так далее. Я каждые выходные езжу на природу. Выписывают прям ковбоев, там, Скалорадо, там, кто-то еще, там, то есть... Нет, вот я тебе поделюсь. Я каждые выходные выезжаю в дикую вот природу, некомфортную, без отелей, там, без Wi-Fi, без ничего, да? Вот такую жесткую, там, чем хуже, тем хуже. Так вот, тех людей, которые я там встречаю, ты понимаешь, они там, это, они аж светятся все. То есть, понимаешь, вот я там встретился с лесником на кордоне, господи, прости. Понимаешь, вот если его завести в ночной клуб, они бухать перестанут, там, нюхать колодцы и ширятся, потому что, ну, а музыка заморет, ну что он светится. Какое тебе стереотипное представление в ночном клубе? Нет, ну я тебе в образе, нет. В смысле? Ширятся колодцы? Нет, ну а что они там делают? Это все пьют только. Бухают? Ну да. Не, ну что у нас, в клубах наркотики не продают? Слушай, всю жизнь продавали, но я не знаю, может, что-то изменилось. Ну, хорошо, ладно, не продают. Я думаю, наркотики, это такая уже тема, ну, достаточно избитая. То есть, уже не тема эта, да? Да, вряд ли кто в клубе захочет покупать наркотики. Такого уже, по-моему, миллион лет нет. Ты у меня спрашиваешь? Нет, я просто, я вообще… Все, кому это нужно, они решают все эти проблемы до… Да? Какие-то, я вообще никогда не видел шприцы в начале в клубе, чтобы валялись. Не, ну экстазис, потихонечку там с банчами там… Ну, это было в 90-е, да, когда была наша рейд-революция. Ну, это… Я не знаю, мы… Я просто, вот я когда клубом занимался, да, то есть, мы полгода вели работу, да, чтобы вычистить дилеров. То есть, вот мы принципиально поставили, то есть, может быть, как-то там что-то случайно там продавалось, да… Зачем их вычислять? Не вычислять… Да, все знали. Не вычислять, не вычислять, вычищать. Вычищать, да, да. Ну, потому что вот у нас была такая фишка, пускай бухают, то есть, не надо, в смысле… было там… Это, то есть, вот, ну, там… мы не то, что там о моральном облике заботимся, ну, вот мы сами… мы сами не хотели, чтобы метро торговалась наркота, то есть, и мы добились этого результата. Ну, здесь торговать, конечно, в заведении торговать ни в коем случае не нужно ничем, да, естественно. Не, пытались просто. Пытались, да. Когда метро открылось в 2001 году, то есть, ну, парочку дилеров мы прям жестко очень вычищали. Они очень… Что они продавали? Да, их особо… ну, что продавалось, в смысле, на тот момент, то они… у них там целое… Метро. В ассортименте эти… Метро пытались люди начать продавать. Нет, ведь серьезно. То есть, как бы, а потом… И потом кайфовали под тот музон, который игрался в метро. Ну, хоть… Нет. Это гораздо больше грех, чем просто продавать наркотики в метро. Ассортимент. Ты понимаешь, да? А то… Я же помню, какой дисформат был всегда. Иванушкин-то, да? Нет, ну, подожди. Ну, понимаешь, как соз... Я вот, будучи… я не… и тогда в музыке не разбирался, я и сейчас не разбираюсь. То есть, мое дело было сделать так, чтобы этот клуб стоял раком, а он раком стоял, да? То есть, вот… А что тут? Калинку-малинку тут играли или Элтона Джона? Мне, собственно, было без разницы. То есть, это немножко другой бизнес был, ну, для меня, как для промоутера, да? То есть, этого клуба. То есть, мы зарабатывали деньги, а денег там зарабатывать очень много. Там первые пять лет это был… Не помню. Самый лучший станок в Алмате по печатанию денег в этом контексте, да? Ну, вот. Поэтому, я не знаю. То есть, тут, понимаешь, многие не понимают вот этой вещи, что ты, когда делаешь вот заведение, радиостанцию, да, ты должен очень, ну, четко действительно понимать, что ты делаешь, да? То есть, я сделал хорошее… Вот, когда в метро, вот, на пике, да, там его… Мы сделали такой цирк с балаганом, да, таким, с признаками варьете, да? То есть, ну, вот что-то такое, да, такое… Не пойми, что вообще. Я вот недавно зашел в цирк Шапитон вот возле Меги, и я почему-то вспомнил метро. Потому что у меня там и мужик этот с Дрелию выступал, который там сейчас… Он у меня в 2001 году выступал. У меня выступал… Все так же с Дрелию? Ничего не изменилось, он только обпортачился, но сейчас апгрейдился. То есть, раньше он без Спартаков был. Вот я его когда первый раз… Я его в Алмату привез из Узбекистана. То есть, он тогда был без Спартаков. Сейчас вот прошло сколько там лет, 13, он запортачился. Ту же самую Дрельсу ее там, да, ну, постарел немножко. У меня самый крутой, у меня номер был в метро, это… Этот город засасывает, ты понимаешь, да? Ну, а что? Он в Тегон уехать не может, 13-й год. Ну, да. Вот сейчас индейцы приехали эквадорские год назад или два. Все они, да. И сукины дети уже… Чем только они занимаются. По всем кабакам от самых дешманских, там, да, каких-то отыграли. Они высылают в Сальвадор деньги. Скорее всего, они еще родственников сейчас позовут, да. У меня тоже так же было. У меня в квартире, в которой мы арендовали для узбекских артистов, я как-то сделал ночной рейд туда. И охренел, там даже каменщики жили. Понимаешь? С Узбекистаном. То есть, там реально нам начали жаловаться соседи, что у вас творится. Вы там… А мы поселили туда один балет и там несколько оригинальных артистов. Ну, вот так там было место. Мы когда приехали, там реально… Уже дети родились. Человек 100 там, понимаешь, находилось. Это был ад какой-то. У меня самый крутой был тогда, я сейчас что-то вспомнил. Это чувак с коброй, настоящий. И он там от нее уворачивался, ну, как факир кобра на него нападала. И в конце он всем показывал, что кобра ядовитая. Он ей давал укусить мышку. Вот. Каждый у него прям… Он всегда приходил с новой мышкой там, с одной с двумя, да. То есть, и кобра кусала мышку, и мышка вздыхала прямо на сцене. То есть, это было… Причем очень часто кошка попадала в артерию куда-то в мышке. И с этой мышки еще там кровища, знаешь, там литра набегал. Дети в восторге были, да? Нет, ночью. Какие дети в 12 часов в жопу пьяные все? Наоборот, там женщины так это трогательно было. Так самое там смешное другое. Я говорю, слышу, ну, я реально знал, что кобра ядовитая. И я ему спрашивал, говорю, слуш, чувак, вот если она тебя все-таки укусит, что делать? Он говорит, ну, наверное, надо мне противоядие вколоть. Я говорю, а ну, у тебя есть? То есть, у нас полгода работал он, чувак, реально, без противоядия. Ну, тогда вот такое время было смешное, понимаешь? Ну, да. Потом он куда-то схантили его куда-то. А вот этот вот с дрелью он, в смысле, так и в цирке выступает. Все в порядке. А книжку ты что-то не закончил с книжкой быстро? А, Умберто Эко. А, ну, классно. Да, последняя книга его. Ими Розы? Ну, вот, нет, последняя книга у него, там, нулевый номер. А, это все книги Умберто Эко, я не знаю Ими Розы. Ну, да. Больше не знаю ни одной. Нет, но Ими Розы это хорошо, да. Ну, вот я вот начал, начал и как-то вот, и все. И не успел. По переезду что-то еще. Ну, я, естественно, и продолжу. А заметил, что сейчас как-то вот тоже вот книг как-то тоже меньше стало появляться? Ну, вот, в сравнении там с девятнадцатыми, да, допустим, там, столетиями, да? Ну, посмотри, как мало. То есть, вот. Нет, мне кажется, книг стало, наоборот, появляться, как и музыки. Очень много. Но. Очень много. Ну, нет, ты знаешь, просто все из-за, наверное, общей доступности. А может, уже общество уже конкретно сегментировалось, да? Нет, мне кажется, просто раньше как-то это воспринималось более как событие, создавалось что-то такое, вот флер вокруг этого был всего. Сейчас это стало очень, ну, сейчас писателей развелось на самом деле столько, как и диджеев, и музыкантов. Нет, сейчас развелось там чуваков с книжкой писать, них по-прежнему мало. Естественно, то есть, ну, такие вот мастера, когда выпускают что-то, всегда интересно. Сколько смолчаешь? Я-то, я-то, я-то вот и жду, смотрю, как же ты, вот, как ты выйдешь из этой ситуации. Я просто, как бы, у меня включается режим интервьюеров, в данном случае, я на тебя смотрю и думаю, нет, а что? Сейчас я вот вижу просто, где в какой-то момент ты пытаешься зацепиться. Не, а не за что цепляться, то есть, я в интервью, да, я в нем живу, да, то есть, и мы сейчас вот с тобой… Ну, это просто дружеская беседа, да? Да, да, ну, так назовем. То есть, мы разговорились, и я слышу какие-то, ну, вот, другие голоса, то есть, я почему люблю вот эти интервью, потому что это же прямой эфир, по факту, он тупо в записи, мы же ничего не делаем. 170 прямых эфиров, и это бодрит и возбуждает, на самом деле, очень интересно. Особенно, когда к ним не готовишься, потому что готовятся, ну, нельзя. Да и к Исенову я не очень понимаю, как к тебе готовятся, потому что те, кто… Я вот сегодня, сколько я вопросов задал из тех, которые задают всегда. Ну, вот, первый про плейлист, да, то есть… Ну, да, да, то есть, такие банальные вещи о музыке, там, что у нас с ночной жизнью… Ну, то есть, уже три, да? Да, там, какие-то, ну, банальщины, типа, творческие планы, расскажите, там, о вашей станции… Нет, ну, про планы… Про станцию Нокии не так давно, это потому что полтора года всего лишь… Нет, про станцию я задал интересные мне вопросы. Я ничего не говорил, я просто говорю о том, что постоянно, в смысле, спрашивают, да, вот, то есть, интервью, к примеру, я тебе скажу, как я готовился к интервью на культе. То есть, я прочитывал, как правило, перечитывал интервью этого человека за последние, там, скажем, 5-7 лет. Мне были интересны многие факты биографии и так далее, то есть, я изучал. Примерно для себя я составлял определенный портрет. То есть, я знал, какие зоны мне интересны, зоны его деятельности, но больше всего мне было интересно раскрыть, попытаться раскрыть человека с другой стороны. То есть, например, если, скажем, я там говорил с каким-то артистом, мне меньше всего хотелось говорить с ним о кино. Мне были интересны другие вещи, потому что я считаю, что не только мне интересны, но и читателю они были интересны. Ну да, они так или иначе уже при кино там 150 раз. Конечно, конечно, да. То есть, какие-то такие другие. Пусть даже это будет немножко бытовой окрас, но показать его как человека, с другой стороны, всегда было интересно. Поэтому, когда со мной говорят не о музыке, мне гораздо интереснее. Потому что о музыке уже столько переговорен. Ну не знаю, ну тут видишь... Тем более, я не мню себя. Тебе-то может быть и не интересно. Нет, но я видишь, Слава, я не мню себя, не считаю себя каким-то экспертом, каким-то, тем более, там, гуру. Я просто ветеран, я просто ветеран. Ну извини, ну вот пускай будет даже ветеран, да, хотя я думаю, что ты, ну, круче, чем ветеран, в этом разбирайся, да. Ты пойми, и нас, да, сирых убогих. Нет, нет, подожди. Интересно нам тоже, ну вот про музыку, мне интересно спрашивать все-таки у людей, кто в этом разбирается, да. Потому что, ну, я, ну, а кого мне, блин, еще спрашивать, да. То есть мне, ну, вот мне нормально, ну, про вашу станцию. Я же вижу, вы там корячитесь уже полтора года, да. А мне интересно, какие результаты, да. То есть, что происходит. И вот... Полтора года маленький срок результата, говорите. Абсолютно. Давно пройти года два-три. Я согласен. Вот. Тут в нашей сегодняшней беседе с Нариманом какую-то, ну, красивую точку поставить я не вижу возможным, да. То есть, вот мы сейчас уже час с тобой отговорили, да. Вот, кстати, заметил, когда прошел. Вот. То есть, поэтому я тебя, Нариман, как вот, всегда очень слежу за тобой, да. Ты всегда очень интересные вещи какие-то делаешь, да. То есть, и каким-то вещам я продолжаю от тебя учиться. Потому что, ну, все-таки, вот в Плеяде, да, как вот этих, ты говоришь, ну, там, селебритис, хотя ты их сегодня мухами там не пал, да. То есть, ты всегда вызываешь... Я кровавый блогер, говорю. Да. Понимаешь, вот этот интерес, он всегда, как-то умудряйся так делать, что он всегда к тебе свежий. Вот он с годами, да, он у меня не, ну, как, не заветривается. Понимаешь, всегда за Есеновым смотреть всегда интересно. Вот. И вот за Есеновым всегда смотреть интересно и прикольно. Вот Дорцов. Нариман Есенов был сегодня.